Привет всем! Сергей Изовский, агентство недвижимости «Спайн Тур» из города Аликанте, которое много лет продает недвижимость в городе Аликанте, сдает в аренду, ремонтирует, управляет десятками квартир. А репортаж наш о чем сегодня, 30 декабря 2019 года. А о том, что я хотел поздравить наших зрителей, наших покупателей недвижимости, арендаторов, всех наших клиентов и, опять повторяюсь, просто зрителей. С наступающим новым 2020 годом и чуть-чуть прокатиться, показать, что сейчас происходит в городе Аликанте. Поехали! Какой-то мальчик упрямо переходит на эту каменистую косу. В руках сачок и пакет. Напомнил мне фильм с Мироновым. 30 декабря. Сегодня, кстати, плюс 16-18. И ветерка почти нет, и очень тепло, и комфортно. Небо синее-синее. А от этого дети рады, взрослые лежат, загорают. И многие даже купаются. Сейчас, докуда смогу, проеду по полосе на своем велосипеде электрическом прекрасном. И покажу вам, может быть. Чуть-чуть прокатимся по песочку. И по водичке. Люди купаются. А следующий год, год белой крысы. Экономный. Ой, а там сколько людей на пляже. Выезжаю. Некорректно. Хотел показать вам, как купаются, но масса людей. Вон сколько людишек на пляже. Не лето, конечно, но много. После завтра Новый год. Главное, для испанцев и европейцев, это Рождество. А Новый год так себе уже. Поэтому они расслаблены. Поехали, съездим на елку на главную. Вспомнил, что в порту у нас стоит симпатичный белый кораблик. Американский, исследовательский. Я сам служил в 80-х годах на таких белых кораблях. С большими шарами. Видите шарик? Вот, поэтому решил вам показать. Кстати, как у вас прошел 2019 год? У нас очень хорошо. Мы продали массу-массу квартир. Сколько сдали в аренду, даже не считаем. Ну и нашим согражданам русскоязычным помогли приобрести достаточно много недвижимости. Напишите в комментариях под видео, как прошел год. Добрались с вами до главной площади у мэрии. И что мы видим? Да ничего. Посмотрите, какая простая металлическая елка стоит. Я ее снимал уже. И сейчас вы можете после этого посмотреть, как вечером все выглядит. Недели две здесь была демонстрация лазерного шоу. Транслировали его на здание мэрии. Симпатично было. Но я что-то не снимал. Сходил, посмотрел. Ну так, для детей. Еще на одной площади у бывшего автовокзала Стара. Замечательная елка. Вот такая, друзья. Ну дубная, кажется. Так что Новый год у нас это ничего. Это просто какой-то переходной период. Зато у нас цветочки, вот видите. Море, солнышко. Главное у нас Рождество. Рождество прошло. Но было весело. Ну а Новый год зато будет на главной площади поедание виноградинок и распивание шампанского. Обязательно пойдем туда опять. А вот вам для осознания, как украшают дома в городе Ликанте иногда. Какой домик я вам показываю. Чудесненько, да? Прямо дом выделяется на фоне всего остального и улицы. Критически просто. Доехал до Кортенглеса, супермаркета. И вижу здесь, что вечером, да, симпатично очень. Фигуры разные. Могут все позволить такие супермаркеты. Уверен, что здесь аниматоры и различные развлечения для детей есть. И еще есть елочка. Я приехал на Плаза де Торрес, на площадь быков. Больше дальше уже никуда не поеду. Офис у меня здесь рядом. И решил вам показать. Фонтан не работает. А елочка возле быков. Вроде бы даже из натуральных нет. Из пластиковых веточек вижу. Тоже горит вечерком. Пошли посмотрим, что внутри Плаза де Торрес. Там для детей различные развлечения. И еще каток есть. Горка внутри стоит. Как-то мы тут ходили вечерком. Гуляли. И я снимал видео короткое. Ну, всякие, говорю, развлечения. А главное, каток там внутри. Зашел через другой вход. Там было закрыто. И вот днем. В понедельник. 30 декабря. Конечно же, мало людей. Потому что взрослые работают. Полноценный рабочий день. И все соберутся вечером. В Рождество было очень много здесь людей. Повторяюсь. Для испанцев главный праздник это Рождество. Вот. Ну, в общем, все. Паровозики тут ездят. Покушать есть где. Ну, а главное, коньки. Лед. Пошли. Через другой выход выйдем. Всего их три или четыре даже, через которые можно зайти и выйти. Все это будет фунциклировать, кажется, до 6 января. Где-то в новостях видел. Вечером, конечно, все покрасивее это. Можно сфотаться, видите. А это пока закрыто, вечером откроется. Еда всякая разная, традиционная. Вот и все, друзья. Самые монументальные изделия человечества в городе Аликанте, посвященные Новому году, я показал. Ну, так вот. У кого-то есть гигантские елки, но нет моря и солнца. Теплого моря. А у кого-то море и солнце валом, а елок нет. Ну, нет елок здесь, в Испании. Ну, там растут какие-то корявые, как на Камчатке. Поэтому они стоят бешеные деньги. И забота об экологии, о том, чтобы сберечь природу, здесь больше, чем забота о людях, которые должны там понюхать елочку. Все синтетика. И с годами я считаю, что это, в принципе, правильно. Пусть лучше елки растут и дают нам кислород. И улучшают нашу экологию. Так, чего же вам пожелать в следующем году белой и экономной крысы? Я считаю, что самое лучшее, если между нами и вами есть контакт, это приобретение недвижимости в городе Аликанте, Испании. Ну, как продавец говорит. Как человек, который в этом что-то понимает. Почему? Потому что цены растут. И это достаточно выгодно. Какие наши планы в следующем году, в 2020? Мы оформили заявку и собираемся участвовать первый раз, впервые в Москве, в международной выставке в апреле, посвященной продаже недвижимости. Какие еще? Продать как можно больше недвижимости. Ну, а что пожелать вам в следующем году? Хочу сказать большое спасибо, что столько лет вы смотрите наш канал. Что вы доверяете нам свои деньги. Что доверяете нам свои сделки по оформлению недвижимости. Просто приносите нам недвижимость, и мы занимаемся оформлением. Что арендуете у нас недвижимость на длинные сроки, и еще пока что на короткие тоже есть. Большое вам спасибо. Искренне, от всей души. В следующем году хочу пожелать вам от нашей фирмы, от нашего агентства, от нашего коллектива, ну, всего самого лучшего, как обычно. Ну, чего пожелать? Ну, наверное, тем, кто в годах уже здоровья, финансовую какой-то стабильность обязательно. Молодежи больших перспектив, детей рожать, семьи создавать, любимых находить. Детям, я не знаю, с детьми мы не коммуникуем, у нас не детский игровой канал. Ну, наверное, любить своих родителей. Всего самого лучшего, от всей души. Подписывайтесь на нас, ну, лайки, дизлайки, ставки, как обычно. И внизу будут ссылки на все наши социальные сети, где мы тоже работаем очень много лет. И там мы отвечаем на люди, мы ведем в СМИ переписку. Это что Facebook, что Instagram, что все соцсети, самые популярные, они у нас присутствуют очень давно. Но не только в YouTube. И там все новости. Вот, допустим, в Facebook я веду практически полноценные новости. Ну, не каждый день, но очень часто. Все. Всем всего доброго. С новым 2020 годом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok